Отпусти Райт нас отвлёк Сердюков В связи с делом Сердюкова мне более всего жалко Шойгу О бедолага, такой бледняк сидел на заседании правительства Его назначили, видимо, неожиданно Он вообще в тему не въехал Это ему весь этот Кошкин дом увольнять Вот это Нормально, министр обороны устроил из армии Кошкин дом Причём бабы развились реально в России Если в Зимнем дворце два батальона не смогли О, слабые бабы были Защитить от горстки пролетариата с булышником Зимний, тут несколько баб развалило армию российскую Ходят такие вот эти когти Ну, кошки реально такие Ну, они отвечали Знаете, зачем они нужны были? Они отвечали за качество стволов в армии Вот И меня больше всего, знаете, чего бесит? Что народ радуется, увольли Сердюкова Чего тут радоваться? Радоваться можно В одном был случай Если бы Путин с Медведевым всенародно извинились за то, что они его назначили А то, видите ли, пока он, Сердюков, изменял родине, никто этого не замечал А когда он изменил жене, дочери, другана, хозяина Вот вспомнили, что он изменял, так и родине, оказывается Ну, правда, Путин даже сказал, что Сердюков кое-что сделал хорошего для армии Кое-что сделал Я знаю, что Сердюков вывел новую стратегию обороны Какой бы враг на нас не напал, мы сумеем его так обворовать, что он убежит посрамленный Как вообще можно было этого человека, не имеющего к армии никакого отношения? Вы его лицо видели? Да Ну, что вам сказать еще про Сердюков? У него же еще одна тайная была любовница, Сердючка Ну, у них и лица одинаковые А вот я бы хотел, чтобы Путин с Медведем встали вот так перед камерой И сказали, простите нас, пожалуйста, мы больше не будем так делать Вот тогда бы это было классно А то, и чтоб синхронно сказали, а то на Пасху они синхронно крестятся Вы видели? Ну, вообще, они так креста дают вдвоем В фигурном катании 6,0 бы за синхрон был Медведев тоже высказался Буду строго наказывать, сказал он Вплоть до увольнения Я, я Слушайте, он трогательный, правда Вот У него глаза, вот Знаете, у него честные глаза Как два шмеля такие вот Наказывать строго Он действительно думал, что строго это вплоть до увольнения У него же кот, с котом у него связана интересная история Вот как Сердюковым Неожиданно всплыло все Так же неожиданно всплыло все, что связано с ГЛОНАССом Я говорил год назад, этих спутников не было никогда Это проходили по бумаге, чтобы сливать бабки можно было Но, почему, как это открылось? Они ведь падали всегда и в какую-то глубокую впадину Эти, потому что найти невозможно эти спутники Но, никто не ожидал, что произойдет У Медведева сбежал кот Дорофей Низкий поклон Дорофею Потому что Медведев решил с помощью ГЛОНАССа найти кота А ГЛОНАССа-то и нет, оказалось Вот тут-то он и взбесился Не кот, Медведев Хотя, на самом деле, оказалось, кот не пропадал Медведев с ним расстался добровольно Потому что кот метил на его место Астрологическая наблюдашка Размышлизом Медведев по гороскопу Дева Путин Подожди, не протяг Медведев по гороскопу Дева Путин весы Какой бы политический вязь не набрал Медведев Путин все фиксирует Все Сейчас пошли разговоры, чтобы Медведева скоро уволят Не уволят На кого-то списывать надо Дмитрий Медведев тоже иногда выпивает В такие минуты он любит подойти к карте России и спросить Тебе было хорошо за мной? Не, ну правда трогательный, да? Вот в России Вот я сейчас буду говорить про тот период, когда он был президентом Лайт Молодец До первых Молодец В России У нас, у нас, не в России В Советском Союзе В России У нас правителями были Маньяки Тираны Бабники Алкоголики Первый раз ребенок Который явно не доиграл в компьютеры Куда бы ни приехал, он всюду за клаву вот садится Он в храм приехал, спросил, как у вас с модернизацией Ну вы представляете? Поп ему ответил, уже готовим караоке с молитвами Все, нормально будет И он верит в это, в модернизацию верит Какая в этой стране может быть модернизация? Собственно, мы уже сами слышали, как он нам пообещал У всех россиян через три года в домах будут телевизоры 3D А вы спросили, мне это надо? Я и по простому телевизору новости не хочу смотреть А в 3D, вы представляете наши новости? С утра МЧС в прихожей Всю ночь проститутки в ванной плескались Динозавр Дина обнаглел, ходит туда-сюда И с утра до вечера Путин с медведем за столом с тобой сидят Ты только говоришь Дядя Володя, подай соль, пожалуйста Но он верит в это во все Говорит, говорит, верит, 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 говорит Как ему пришло на ум переименовать милицию в полицию? Вы представляете, чтобы Обаме на ум пришло переименовать полицию в милицию когда-нибудь? Ну, что вам по этому поводу сказать? Наш народ, когда слушает новости, он ест вечером Пол страны поперхнулось, когда он это выдал Сначала думали прикол, оказывается нет Ну, народу, в принципе, пофиг дым Милиция, полиция были, козлы-менты так и остались Меня интересно спросили журналисты Журналисты иногда задают мне умные вопросы А кому они зададут? Баскову, Киркорова? И у тех, чего не спроси, они говорят Мы вас любим! С Новым Годом! Ну, и меня спросили журналисты в сибирском одном городе Как я отношусь к этому переименованию? Знаете, по-моему, я правильно ответил Если публичный дом перестает приносить доход Надо менять девочек, а не название публичного дома Но из этого обиднее всего вот что Наши полицейские уже в этом году Переименование-то раньше произошло А в этом году, я смотрю, наша милиция поверила, что она полиция Они ходят, как копы на дорогах Зимой в солнечных очках Палкой мажут, реально Впереди живот такая, как тележка в супермаркете катится Реально, америкосы, копы Перестали пить водяру Вискарь жрут Мне в Тамбове Ну, конной милиции в Москве Переаттестация была по Медведеву 50% только прошли переаттестацию И теперь в конной полиции работают только кони у нас в Москве Но меня порадовали два... Именно милиционера в Тамбове После выступления подошли за кулисы ко мне и говорят Да вы знаете, нас до сих пор в семье называют милиционерами Слово хорошее, как вы говорили Они мне объясняют Милые лица, а полицейские-то полицу, полицу А то, представляете, они мне говорят Мы работаем в ленинском отделении полиции Вот тут, знаете, тут Ленин в мавзолее зашевелился в этот момент Знаете, чего России не хватает? Сосредоточиться Ее каждый день трясет Каждый день Медведев нам уже говорит в течение многих лет Я дал поручение Поручик всея Руси И топ-менеджер всея Руси И он такой, он вот Это даст поручение? Верит, что оно готово Он однажды сказал фразу гениальную Я дал поручение подумать Сказал он Чиновники зависли реально Потому что, а как это выполнить вообще? Опять подамерикосов Когда идут передачи Стали ставить по новому закону В этом году он был издан 18+, 16+, Гоголя, помните? Нашего человека надо благодарить хотя бы за намерение Пол страны вообще не въезжает в эти цифры Думает, что это температура Причем не совсем понимает Что за температура? То ли экран перегрелся То ли на улице похолодало Черт его знает Но вы смотрите, что опять чиновники натворили Блокада, солдаты Чудесные патриотические фильмы 18+, дом 2, 16+, Как вам это нравится? А иногда, они видимо не дочитали Чиновники закон до конца Хоккей Смотрю в одном городе Хоккей И там стоит Это 2+, Ну Волк А ну погоди Нельзя смотреть тем, кому можно дом 2 На сегодняшний день А он плохой пример Потому что детям подают Курит Ходит походкой криминального авторитета А дом 2 нет, не подают А главное Волк еще Вот его Нехорошо Он зайца прижимает к себе Вот Слишком плотно Ну тогда вообще давайте все мультяшки убирать Ёжик в тумане Ну нехорошо Наркодилер Явный Еще кричит Лошадка Лошадка Они вообще в сказках все наркодеи Все Все на реке Алиса в стране чудес Разговаривает с гусеницами Кроликами Чеширскими котами Грибы видимо жрет Репка Ну групповуха реальная А царевна лягушка Зоофилия Целует Лягушку Чебурашка Его по закону не то уж детям до 18 Детям до 90 лет нельзя показывать Крокодил живет с мягкой кружкой А гей-славяне гей Вообще петь нельзя по телевизору Все фразы надо убирать из мультяшек Это явная сексуальная краска А слониха вся дрожа Так и села на ежа Встань ко мне передом К лесу задом Что это такое? Как не стыдно Аладдин потер свою лампу И выпустил джина Винни-Пух застрял в норе у кролика Ё-моё Хозяйка Медной горы Показала Даниле мастера Свою пещеру Тихо-тихо Спокойно До трех ночи не дотянет С таким смехом Ну и главное событие года Вы понимаете какое Это избрание Путина На третий срок Третье пришествие Путина Он очень трогательно На это отреагировал Он даже замироточил Но зато какое оживление В России произошло После выборов его Слушайте в мае месяце Ведь он вступил В должность президента И сразу Абрамовичелся Выиграла Кубок Чемпионов Челси наша команда Потому что Абрамович нас обокрал И содержит на наши деньги Эту команду Сборная России по хоккею Сразу стала чемпионом мира Бурановские бабушки Порвали телевизор Такое ощущение Что в Кремль Путин вернулся из Хогвартса И как-то веселее стало И как-то веселее стало в стране Интереснее новости стали Например Сразу после инаугурации На Валааме Может кто-то забыл Эту новость На Валааме Священник Священник Поцеловал руку Путина Ну зато сотрудники Администрации Президента Узнали Что Путина Можно целовать Еще и в руки Седьмого мая Была инаугурация И мало кто знает Что Россия Заняла первое место В мире После инаугурации По количеству Возвращенных На стены офисов Фотографий Одна фирма Выпустила новые Портреты Путина Чтобы раскупили К инаугурации Ни один портрет Не был куплен Что дураки У всех было Дурные что ли выбрасывают Сейчас и медведев Не выбрасывают Еще неизвестно Как это все И я хозяин этой фирмы Говорю А зачем вы разные Портреты выпускаете Вы сделайте Двусторонние Вот так вот Только раз и все Не надо по закромам Кладовкам шастать Говорят же Тандем Кстати американцы Переводят как Свингеры И Как вам не стыдно Вот как вам не стыдно Откуда вы это слово знаете Ну Путин Конечно для чиновников Удобнее Чем медведев С медведем Заморочки Айфоны Айпады Обновления Программы Все время надо покупать С Путиным просто Кимоно купил И до конца жизни В общем уже все Свободен Ну Вот системное мышление Все таки Вот все таки Медведев Он не служил в армии Его деды не воспитывали Ему бы послужить в армии На субботнике Походить Он все таки Действительно Айфончик Он такой Вот Помните он в Америке был Вот как он счастлив был Ему айфон подарил Он тащился Обама В Макдональдсе Покормил Это Медведев Хотел заплатить Но Обама Сказал у него скидки Он все время там В Макдональдсе Завтракает Вот Шварценеггер И Медведев Вы видели Как он на Шварценеггера Смотрел Ну ребенок Реально Терминатор Сидит Реально Вообще Я когда они рядом сидели Думаю Вторая серия Терминаторы И электроник А тут реальный пацан пришел Который на разборки ходил Когда-то Вот у КГБ мышление У них У КГБ за углом ЦРУ постоит Когда ЦРУ с КГБ Ими дело Они превращаются в ЦРУ Только наши Бывшие КГБисты Могли Устроить Сфальсифицированные Сфальсифицированные Митинги В поддержку Сфальсифицированных Выборов Это у них там На западе Это у них там В других странах Революция Бархатная Оранжевая Банадовая У нас Болотная Причем Они по-моему Сами назначили Предводители Этой болотной Потому что Вот те кто Против нашей власти Еще против не власти Это ГГБшная система Народ растерялся Кто хочет выразить Своё мнение Вот тут вот Митинг недовольных А тут довольных А тут довольных Недовольными А тут недовольны Довольными А тут довольны Довольны И недовольны И народ вообще Не знает куда идти В результате В результате Все заглохло Женщина одна Продырявила Колеса Полицейской машине Ее Тащат Полицейскую машину А она орет Такая уже в летах орет. Гениально. Полицейским кричит. Отпустите, а то вызову милицию. Он застращал. Но почему победил Путин? Путин, во-первых, у него единственная была реальная программа. Компьютерная программа подсчета голосов. Кроме того, он пообещал, что все избирательные участки будут оборудованы камерами. Какими камерами, он не уточнил. Ну а недавно выяснилось, почему Единая Россия набрала больше всего голосов в сумасшедших домах на выборах. Оказывается, подсчитывались еще и голоса, раздающиеся в головах пациентов. Ну это гениальная фигура. Чуров, теперь есть новый оберег. Чуров меня. Узнать результаты выборов, акочурится. Кстати, говорят, Обама просил на свою предвыборную кампанию Путина прислать Чуров. Чтобы Путин Чуров прислал. Но Путин сказал, Обам, не надо. У тебя тогда в Америке победит Единая Россия. Ну, Путин трогательно воспринял свою победу. У него действительно слеза вытекла, помните. Хотя, некоторые говорят, что это был не Путин в этот момент, его играл без рук. Следить за выборами, это как на ипподроме за скачками следит. Очень интересно, как женщины выбирают, за кого голосовать. Они словно не президентов, а сексуальных партнеров себе выбирают. Слышите, она засмеялась. Ну, попала. Говорит, я за него буду. Почему? Он высокий. И тё. А ты за кого? За Жириновский. Ну, он какой-то грязный, но темпераментный. Вот это я, это я сам слышал эти разговоры. Конечно! А когда Прохоров третьим оказался, они такие довольны были. За него много баб голосовало. Высокий, красивый, здоровый. У него здоровье потрясающее, Прохоров. А он поэтому не женится. Он бережет здоровье. И я такого сильного... Мужики, наконец-то, очнулись. Я такого сильного человека вообще не видел. Вот я играл с ним в теннис как-то. Такая подача у непрофессионалов. Я такую подачу видел только у двух людей. У Ельцина и у Прохорова. Но Прохоров ещё и попадает. А Ельцин как... Да... Вообще ничего не... Только штукатурку с ушей скидываешь, которая с потолка налетела, и все говорят, ну вы подали, Борис Николаевич. И я подумал, интересно, а почему на выборах есть только первое место? Это несправедливо. А как же Гран-при? А приз зрительских симпатий? А за волю к победе? За лучшую роль второго плана? Наконец должна быть номинация, кто большее число раз проиграет выборы Путину. Это... Это Зюга с Жириком должны спорить. А вообще, если бы Прохоров победил, ну, кое-что было бы интересно. Вверх какой-то свежестью повеяло бы. И, смотрите, вот если едет президент в другие страны, пишут, к нам приехал высокий гость. Вы рост видели Прохорова? Помните на демонстрации? Грот-мачтоп, вот так вот парус натягивай над всеми. У него рост за два метра. И написали бы, к нам приехал высокий гость. Нормально. А сейчас пишут, к нам приехал высокий гость. С натяжечкой. Но поссорились бы со многими президентами разных стран. Ну, представляете, приехал бы в Италию, в Рохоров и Берлускони говорит, сфотографируемся? А? Берлускони может сфотографироваться с Прохором, только если залезет на Саркози. Вот, собственно, поэтому Прохорова из политики убрали, потому что он не прошел рост-контроль Кремля. Его убрали очень просто. Его пригласили в Кремль. Лежало две папки на столе. Два уголовных дела. Ему сказали, вот, твое дело правое. Прохоров хотел, кстати, выпустить конфеты во время своей предвыборной кампании Мишка на ее мобиле. Но не стало того дела, потому что Путин сразу сказал, что он тогда выпустит конфеты Мишка на севере. Ну, а с другой стороны, я чиновников понимаю. Я видел, как чиновники старуются в Кремле. Вот они, как Балашихинские солнцевскими, такие кореша. Вот такие, утром. Вот придет Прохоров утром в Кремль. Куда они его целовать будут? Я не это имел в виду. Я пупок имел в виду. А Жирик был бы президентом. С политкорректностью в мире было бы покончено навсегда. Он бы Хиллери Клинтон сказал все. И что у нее и мозг, и сиськи силиконовые. И из одного силикона сделаны. Знаете, Жириновский единственный сатирик, которому я завидую. Его партию надо назвать ЛДПР. Вот пиараст по полной. Как он пиарщик? Боже мой, я сейчас покраснею. И он даже и Пугачеву, свою подружку не пожалел перед выборами. Что-то ей нагрубил. Но, правда, Галкин отомстил. Галкин это муж Пугачев. И за свою молодую жену он... Я не был на свадьбе, не потому что это в деревне грязь. Я СМС-ку им послал на утро. Вывешивали простыни на забор или нет? Но Галкин отомстил реально. Молодец, Максим! Он позвонил и оскорбил по телефону Валуева голосом Жириновского. Вообще есть два человека, которые никогда за словом в карман не лезут. У нас там наверху это, конечно, Жирик и Владимир Владимирович. Вот я не знаю, откуда у него что берется. Вот Медведев неинтересно говорит там. Он все время разжирается какими-то терминами юридическими. Дипломатические сношения. Вот я у него слышу. А я хочу ему предложить еще интернациональный койтус, очень хорошо сказать. Международное соитие, можно сказать. Он все время говорит как бы правильно. А вот образно все-таки у Владимира Владимировича. Он тут такое грохнул. Чиновникам выдал. Надо с утра мотышить, как святой Франциск. Из каких закромов мозга он извлек этот образ, я не знаю. Но эти начали айпада блудить, искать сайт святого Франциска, реально пытаться выйти. Один раз я видел, как покраснел Путин. Это было в Чечне. При нем спросили у Кадырова, кто вам дает деньги на Чечню. Я не знаю. Я не знаю, что с вами будет. А тот сказал, Аллах. И Путин так покраснел. Говорит, зачем надо было наши отношения? Так вот показали. Ну я считаю, что все равно хорошо. Тандем, это очень симпатично. У нас нужен тандем в России. У нас герб, тандем. Две головы орла, точняк, медведев с Путиным. Смотрят в разные стороны. Только чтобы не видеть друг друга. И... Каждый в свою сторону языки показывает. Ой, ну они действительно... У них даже походки разные. Вы замечаете? Вот они как пазл. Чем-то дополняют, а в то же время совершенно разные. Путин, вот сейчас наваляете. А этот вот... Галстуки всегда. Его насадили на вертикаль власти. Вылизанную вертикаль власти. Он даже сидит как отличник. Вот так вот. Такое ощущение, что сейчас руку поднимет, спросит, дядя Вова, можно выйти? А этот на самолетах летает комбайны, мотоцикл. Но батискафи спустился на дно Байкала. Вы где такого президента найдете еще? Больше всего были удивлены рыбы на дне Байкала. Они никогда не видели батискафа с мигалкой. В запровождении 12 подводных мотоциклов. Ой, а он же еще... Ну, когда он полетел с журавлями? Слушайте, Амиру понравилось. Ему Обама завидовал. Вы же видели этот репортаж. На него надели белый халат. Клюв не стали надевать на Путина, потому что чиновники боялись, что он заклюет реально. После этого все. За ним взмыли журавли. За мать приняли его. Ну, немного. Пять журавлей взмыло только. Из них три ФСБшника. Ну, сейчас готовятся новые акции. Ведь начальству надо подражать. Вот говорят, скоро Медведев поведет уток на водопой с кряканьем. Шойгу поведет бобров плотины строить. За Грызловом грызуны по полу пойдут. За Прохором жирафы. Они его за своего бремена. За Жириком гадюки поползут по той же причине. Помните песню журавли? Классная песня. И вот когда я увидел журавля нашего, ну, который доказал, что он птица высокого полета, все-таки. Я подумал, а первые строчки должен петь Путин. Вот эти летит-летит по небу к клину сталый. Летит-летит уж на исходе дня. А продолжать, конечно, должен Медведев. И в том клину. Есть промежуток малый. «Быть может, это место для меня». Ой, а когда Путин приехал к байкерам, те говорят, а что Медведев не приехал? Он говорит, я в следующий раз его привезу. Вернулся в Москву и попросил автомехаников приделать к своему Харлею коляску. Но те его не поняли и приделали корзинку над передним колесом. Ну, зато Медведев трогательный. Вот с этой модернизацией. Знаете, вот я бы хотел, чтобы они когда-нибудь с Путиным проехали по тем дорогам, по которым я ездил в Россию. И подумали, вот я ехал из Новгорода в Сков однажды. А кто-то ехал, я понимаю. Вот они бы проехали там. Весной я ехал, два года назад. Весной я ехал на Хаммаре. Он треснул. Хаммар треснул почти пополам. Весна была. Я вышел из Хаммара. Водила, начал смотреть, что там. Он трещит. А на пеньке, остров 3, где-то в этом районе, сидит такой крестьяник. Наши крестьяне на вид неприглядные. Но копнешь Конфуций. Сидит Конфуций. Вот это у него тулупчик, чинарик. Он так и родился в тулупчике с чинариком. Ему лет 70-190. Неизвестно. Он всю жизнь вот так. Я его спрашиваю. А весна я спрашиваю. Ну, что дороги такие? Он говорит, весна. Я говорю, асфальт. Он говорит, растаял. А еще мне бы хотелось, чтобы Медведев со своей модернизацией Сколково когда-нибудь зашел в придорожный туалет. Вот которые сохранились только у нас. Там об унитазах эти туалеты даже не мечтали. Это вот, это своя архитектура. Архитектурный выкидыш такой стоит. Я на Урале, я на Урале, в поле видел туалет. В поле написано ВИП-туалет. Нормально? Я туда зашел, нет задней стенки. Вот есть, что модернизировать. Видимо, отсюда выражение надуло. Но зато есть, что модернизировать. И вот, вот здесь Гатчину есть. Здесь же есть. Что-что? Да. И вот, чтобы он поставил, Медведев, а там вместо унитаза, это все, как у нас сохранилось. Вот это вырезано. Вот это. Лобзиком вырезание. Это только у нас есть слово очко. Это отсюда выражение попасть в очко. Потому что все равно ни черта не попадает никто туда. Потому что у нас свой дизайн. Сердечком вырезано вот это очко. А гадить в сердце для славян это кощунственно. И вот, чтобы Медведев постоял и подумал, как бы вот это модернизировать, вот это все. Он бы предложил, давайте обложим очко жидкими кристаллами. Вот, кто в него не попал, дверь не открывается. И из очка высовывается робот с кувалдой, бьет по темечке и говорит, сука, подотри за собой. Но однажды я видел, как он тоже решил показать себя пацаном реальным. И поехал в Новосибирск доить корову. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Мне так жалко коровы было, я вам честно скажу. Вот, бедная корова, ее же два дня не доили. Потому что, а как, президент приедет, а молока нет, ребенок расстроится. И она уже изнемогает. Когда он ее дернул за сосок, а он же за сосок не дергал. Он мышкоблудец. За мышку. А это сосок. Это разница. И она не просто взвыла. Это Бухенвальд скиновал. Это такой рев стоял, как вот шатун из берлоги. И она, она чувствует, что-то незнакомый какой-то, непрофессионал. И я вам покажу сейчас корову эту. Она вот так вот, и поворачивает. И она заикаться начала. Она никогда не видела, что поводил человек в костюме и в галстук. Ладно, закончить обзор событий надо чем-то радостным. Самое радостное и светлое, что есть в мире, это поэзия. Особенно светлая поэзия считается это японская. Есть короткие стишки японские, такие называются хоку. Японская хоку. На склоне Фудзиямы зацвел хрен. Не видать японцам курил. Знаете, удивительный народ, да? Вот этот народ хочет жить хорошо. Который в это все верит. Верит в выборы, что придет дядя, все будет хорошо. С тем же успехом можно верить, что прилетит метеорит, всех накормит. Это то же самое. Это слабоумие вообще, в принципе. И при этом очень талантливый народ. Вот даже когда поедут наши за границу, они все проявляют себя как неформатно мыслящие. Я же, вот, например, мне из Америки присылают письма. Если я вам про Америку не скажу, вроде вообще зря к вам приехал выступать. Я сам туда не езжу, но мне парень написал. У наших сохраняется умение мыслить неформатно. Наш парень разбогател в Америке, пошел купаться в 6 утра на озеро под Нью-Йорком. А там уже американки купаются, причем он смотрит, они без всего, все на берегу. А он подошел, смотрит на них, а они такие, псс, американки. И они говорят, уходи, а то мы не выйдем. Ну тупые. Он говорит, да и не выходите, а что, зову вас все. Он говорит, я вообще пришел крокодила покормить. Вылетели, как миленькие. У нас, правда, очень способный народ. Но вот только наш человек, каждый знает, как обустроить Россию, но при этом не может прибраться на собственном балконе. Вот такие мы странные люди. И только в России люди могут смириться с маленькими зарплатами, высокими ценами коррупции. Но никогда не смириться с теми, кто в одноклассниках им ставит тройки и двойки на фотографиях. Только в России у человека, стоящего на кассе с полной тележкой продуктов, могут спросить, нужен ли ему пакет. Ну как этот народ может жить хорошо? Только в российских магазинах, может, сегодня услышать такую фразу, сейчас позову топ-менеджера, и потом крик. Эй, серый, греби сюда. Только в России свадебное платье хранят десятилетиями. Может быть, пригодится. Только у нас использованы чайные пакетики, не выкидывают, в ванночку складывают. Гости придут, знаете, чай. Вы как полезный совет восприняли, я понимаю. Только русские туристы приходят на пляж в своих шлепках, а уходят в понравившихся, я понимаю. Только у нас мамы сначала воспитывают мальчиков словами «ты же будущий солдат», а спустя 10 лет всеми силами помогают им отмазаться от армии. Только в России лежащие полицейские выполняют больше функций, чем ходячие. Только наш человек, когда видит закрытую дверь, на которой написано «закрыто», дергает ее несколько раз. Только русский человек может возить в машине биту, а чтобы не докопалась полиция, привязать к ней леску с крючком. Только на российских пляжах буйки ставят в несколько линий. Первый, из-за которого нельзя заплывать, а второй, из-за которого, ну, серьезно, не надо. Только русский человек, если ему разрешить делать все, не будет делать ничего. Только наш человек с гордостью зато заявляет, что он крепок задним умом. Это где? Это как? Где он у тебя находится? Только наши люди, расставаясь друг с другом, говорят «давай!» Тебе что давать? Только наша женщина, увидев утром мужа на кухне одетым, спрашивает «ты уже проснулся?» Нет, я сплю еще, я лунатик, понимаешь? Только русская женщина вопрос «дети есть?» может ответить «есть немножко». Только наши родители, когда кормят ребенка, говорят «открой рот, закрой глаза». Да ребенок вообще есть не будет неделю после этого. У нас вообще люди не замечают, что они говорят. Только наша женщина лежа под одеялом перед сном, перед сном под одеялом, лежа, говорит мужу «я пошла спать». Только у нас есть выражение «пойду посижу». Это как? А выражение «девушка хоть куда»? Недавно в гостинице в Смоленске ресепсионистка говорит «покушайте в нашем ресторане, у нас такой вкусный повар». Я говорю «да, надо будет попробовать вашего повара». Она даже не засмеялась. Только у нас мужики одевают две пары носков так, чтобы дырки на них не совпадали. О, сколько народов в теме! Только наши дети, когда объявляют, что из-за морозов 30 градусов в школу закрываются, берут санки и бегут во двор радостные. Только у нас зато в России дворник может посыпать песком детскую ледяную горку, чтобы никто не поскользнулся. Зато только у нас есть такая колбаса, которую не грех есть в пост. И только в России мужик, узнав, что в гей-клубах водка стоит 50 рублей, может пересмотреть свою ориентацию. Вообще я это имел в виду. Только наш может переживать, как и до конца света не будет. Я же под него ипотеку взял. Что это такое? Только русский мужик может ржать над женщиной за рулем автобуса, сидя в этом автобусе. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт потеряется, позвонить на пульт. Только русский мужик может сказать, любимая женщина, дорогая, ну оставь посуду, не мой. Сегодня 8 марта, да моешь завтра. Только в России из перевернутой машины может доноситься смех. Только наш на вопрос, куда идешь, отвечает, сейчас вернусь. Только наш, когда ему звонишь на работу, спрашиваешь, что делает, отвечаешь, я ничего не делаю, я на работе. Только у нашего человека любая вещь в доме проходит три этапа. Балкон, гараж, дача. Только наши орут на вещи, об которые ударяются. Шкаф вот, что тут стоишь? Шкаф 20 лет там стоит, еще замахивает, и шкаф дрожит в этот момент. Только наш человек кричит звонящему телефону в стиральной машине, микроволновке, да иду я, иду я уже. Только у нашего человека у каждого в доме, у каждого есть полиэтиленовый пакет, в котором хранятся полиэтиленовые пакеты. Только наши за рулем в автомобиле ругаются с GPS-навигатором. Ты фуфло китайское, ты раньше не мог сказать, где повернуть нам. Только у нас, когда звонят в домофон, на вопрос, кто там отвечает, это я. И им открывают. Мне сейчас в Белгороде рассказал историю один человек. Представляете, говорит, пять утра звонок мне на домофон. Пять утра. Я в бешенстве, он мне рассказывает, подхожу к домофону, спрашиваю, кто? Там голос, дворник, откройте, пожалуйста. Этот народ жить хорошо не будет. Он говорит, дворник, чего тебе? Дворник говорит, я забыл ключи и не ту метлу взял. И этот кричит ему, ты, придурок, в доме 40 квартир, ты почему мне позвонил? Готовы? Точно? Я уже в 32 звонил, меня послали. Как этот народ может жить хорошо? И только у нас. Если женщина в толпе, можете завтра проверить, эксперимент, если в толпе женщина крикнет, эй, ты, козел! Обернутся все. И, наконец, только у нас, если наступит конец света, он наступит дважды. По новому календарю и по старому календарю. Антрахт-буфет! Я хотел сказать вот, что с самого начала, с второго отделения. Знаете, я уже, наверное, года полтора, второе отделение начинал с рассказа о том, что я думал по поводу истории российской. Дело в том, что мы живем в обрубленной истории. Вот, знаете, есть такое слово «Здравствуйте». Что оно означает? «Здоровье пожелание». «Здорово будете», говорили раньше. Потом стали говорить «Здравствуйте». Теперь говорят «Здрасте». А скоро будут говорить «Сте». И так смысл этого слова потеряется. А потом ученые будут гадать. Что оно означало? Означало оно «Здоровье пожелание». А что такое «Здоровье»? Это древнее славянское слово. Означало оно «Будь с дерева». Как дерево. Что такое дерево? Это ствол, листва и корни. Если корни обрублены, листва увядает. Мы сегодня дерево с обрубленными корнями. Мы живем в истории, которую придумали нам немцы. И я об этом рассказывал часто со сцены, а потом вдруг подумал, да что ж такое, я же не могу рассказывать. Люди пришли чисто поржать, а я тут их гружу. Не все, конечно. Есть люди, которые ходят с очень высокоразвитым мозгом. Но задние ряды, вы что смеетесь над передними? И я решил так, всему свое место. На сцене я буду выступать, чтобы люди не думали, что я сошел с ума. Вот так вот скажем. Потому что некоторые говорят, да, он в секту вступил, ни в какую секту я не вступал. И никому не принадлежу. У меня есть свои взгляды, и я решил снять фильм об истории Руси. Называется он «Рюрик потелерный был». И я вам должен похвастаться, что в Ютьюбе сейчас больше 300 тысяч скачиваний только с моего Ютьюба. Вы представляете, это больше в два раза, чем скачивание живой воды за 7 лет. А живая вода была рекордсменом из документальных фильмов. Это означает, что не то, что я молодец, а что людям это интересно. Люди хотят все-таки по-другому жить. Они хотят восстановить свои корни. А то я опрашивал всех, кто такой Рюрик, вот так, знаете, в зале у зрителей. А мне говорят, двое сказали, что он поляк, трое, что финн, пять человек швед, один сказал, что он француз, девушка сказала, что по-моему испанец, почему вообще. Один только пацан ответил верно. Это в Тамбове, он сказал, у нас Рюрик, крышу и бензоколонки. Я понял, что многие видели этот фильм и по РЕН-ТВ его показывали, но там была одна неприятность рекламы. Смотреть этот фильм с рекламами невозможно, поэтому очень советую поглядеть все-таки в интернете фильм. Ну, а книжка есть, тоже она вышла, она существует, но все-таки смотреть интереснее, потому что там рассказывается об острове, и там мы с хорошей съемки провели на острове, который вы все знаете, по сказкам Пушкина, остров Буян. Он назывался Руян, сегодня он называется Рюген, там жили русы, поклонялись нашему богу Свентовиту от слова свет. Был город Таркон, и это не придумано мной. Знаете, вот интересно, я стою в Германии на остановке автобуса, это вы увидите, кто не видел этого фильма еще, и зачитываю название автобусных остановок, не остановок, поселков, через которые идет автобус, немецкий автобус, Бантов, Шустов, Буков, Ньюбуков, Пепелов, Русов, Рогов, Ирерик, и все названия русские, Аросток, известный город, а слово растекаться, там жили славяне когда-то наши предки, это был великий народ Венедов, который разделился на множество племен, на множество народов, Бодричи, Лютичи, Палабские славяне, река Эльба называлась Лаба, а Берлин построили славяне, между прочим, и это никто не знает, может с такой охоты поэтому и брали его в 45-м году, потому что наши родные места все-таки были, и когда-то, в какой-то, в какой-то момент германцы, кто такие германцы, вот я летал в Гарвард, чтобы взять у ученого, одного которого занимается ДНК-генеалогия, интервью, что такое ДНК-генеалогия, вот если народ меняет свое назначение в истории, меняет немножко язык, меняет цель своего существования на Земле, у него остается метка на хромосомах, ну вот допустим, стая ворон черная, а появилась белая, уже метка, и дальше от нее пойдут белые вороны, дальше, и вот у каждого народа есть свои метки, так вот по этим меткам можно сказать, сколько лет существует какой народ, так вот в Гарварде, вы представляете, чтобы восстановить славянскую историю, мне пришлось лететь в Швецию, в Германию и в США, а наши не хотят восстанавливать историю, наши в Новгороде откопают ладью какую-нибудь древнюю и закопают, а чтоб не знали ничего, чтоб в рабов превращались, так наш профессор, который уехал из Советского Союза, его очень ценят в Гарварде, он говорит, славянам, вот кто, вот Гарвард, Америка, они же не врут, как наши, 9 тысяч лет, 9 тысяч лет, а Риму 2 с половиной тысячи лет, и когда наши этимологи говорят, что мы, наш язык произошел от латыни, ну чушь полная, это что ж мы висели на деревьях и ждали, пока латынь появится, что ли, молча висели, я понимаю, почему славян сделали варварами в истории, да потому что у нас, я скажу так, славяне слово позднее, нельзя называть славянами народы, жившие во времена, до Римской империи и даже первые годы Римской империи, потому что такого слова, в принципе, не было зафиксировано, вот так, а ученые, а ученые, они любят, чтобы было зафиксировано, у них мозгов нет, подумать самим, и у многих, ученые есть очень, физики, математики, а вот у историков, они защищают, что должен делать историк, ученый, открывать новое, они только защищают старое, значит не ученые, причем на моем веку история переписывалась пять раз, на моем веку, и что это наука, если она переписывалась, конечно нет, и получается следующая картина, что весь материк заселяли праславянские племена, но они поклонялись своим богам, говорили на одном языке, но у них не было армии, флота, государства, это были охотники земли, нравственные люди были, но их назвали варварами, кто? Рабовладельческие государства, потому что у праславян не было рабства, мы не признавали рабство, и торгашество не признавали, слово торгаш от слова отторгать, наш мозг отторгал торгашей, было слово заморыш, это из-за моря приехавший торговать, и еще барыга, торговцам называли барыги, вот сегодняшняя олигархия, это барыги по-русски, если говорить, но на западе прославянские слова стали произноситься по-другому, прославянские, потому что из прославянских племен выделились многие народы, и, например, барыга, а что такое германцы? германцы это ярый, яр-хер, ну, это буква такая, это буква, я ничего плохого не говорил, это буква в древней азбуке, ярые мужики такие, они воевали, они не земледельничали, у них была цинга, они уже попкорн тогда жрали, и поэтому у них зубы выпали, они не могли говорить свинья, они говорили швайн, вот, ну, что такое свинья? свинья это сва, это света, свет, свани, это света не видит, свинья вот так вот смотрит в землю, зраки не насыщены светом, поэтому свинью нельзя жрать, она не в том смысле, что грязная, а в том смысле, что она светом не насыщена мясом, и вот эти языки из германской группы, это как бы прославянские языки, с цингой произнесенные, вот, знаете, брат, сестра, что такое брат? Братство это брались за руки, и солнцу славу пели, вот что такое братство, сегодня брат это у корешей, брат, 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 а у них брата, потому что цинга, и они, этимологии нет нифига у них, брата, маза, сыста, фаза, понимаете, да, и все они нас учат, как жить надо, это же надо так, да, язык английский более короткий, это правда, почему, да им надо воевать, надо завоевывать другие народы, и они нас учат, у нас не было государства, и поэтому, видите ли, мы варвары, вы знаете, как по-английски раб, слэйв, славянин, а западных славян называли склавени, поэтому склаву с по-латыни раб, а склавы по-немецки раб, они всегда держали славян за рабов, почему, потому что это были люди, трудолюбивые, и у них, у них даже, а почему их снягой назначили, у них гей-парадов не было, ну, что это вообще такое, бабы жили с мужиками, отстой полный, для Рима, для Греции, и нас так преподнесли в истории, у славян есть недостаток, они не пишут свою историю, славяне, они, вот, немцы, вообще, все пишут историю, Рим выиграл историю, потому что он ее написал, он ее приврал, он себя обелил, пишут те, кто хотят себя обелить, а нам, наши славяне, они выиграют войну, победят, и опа, и бьют до конца, и им уже не хочется ничем заниматься, а мне японцы молодые говорят, ну, это же русские, скинули атомные бомбы на Японию, представляете, там уже переписывают историю, уже, уже в Латвии, в Литве, они даже не знают, что была советская армия, она, американцы молодые, уже переписывают, вот так и произошло с нашим родом, а между прочим, род, родители, родина, это только в славянском языке, вся вещь слов отсюда, родина, у нас два ведь понятия есть, родина и государство, и вот это никто не въезжает, родину мы любим, государству не так, у нас с государством проблемы большие, поэтому враг не может нас завоевать, а знаете, почему он завоевать нас не может, потому что он нападает каждый раз на государство, урдюлеет, родины получает, он не знает, что у нас там за углом, родина дежурит, которая каждый раз прощает государство, и идет на спасение государства, родина, ну, кстати, статуи родины существует, призыв за родину существует только у славян, а кто-нибудь обращал на это внимание, потому что на нас нападает все время, нас сегодня самыми агрессивными в мире назначили, а между прочим, ни одной войны не развязали славяне, мировой войны, ни одной, колоний не было, не было, была Аляска, ну, какая же это колония по сравнению с английскими колониями, те чмырили по черному всю Африку, а у нас колония, которую царь сказал, отдадим мы ее не прокормим, нормально, мы еще кормить собрались колонию, и никто не обращает на это внимания, и мы верим в то, что вот мы никакие, без немцев мы ни на что не с вами, Романовы были немцами, им нравилась эта теория, что славяне способны, но без немцев ничего достичь не могут, и они нам преподнесли вот эту историю, конечно, Карамзин, Ключевский, должны были подчиниться этой теории, потому что цари тогда командовали так, а крестовые походы, славяне участвовали? Никогда с именем Иисуса завоевывать, грабить чужие страны, наши предки не ходили, наоборот, врезали так им однажды, что крестоносцы, самое мерзопакостное общество на земле, развалилось навсегда, где врезали? Тут неподалеку, они тогда еще тупыми были, в доспехах на лед полезли, это первый матч по хоккею был, в то время состоялся, наши выиграли с большим счетом, они нас обвиняют, мы в правах, права человека у нас, у нас вообще правозащитники российские, они защищают все народы, кроме одного, русских, как что, все русские виноваты, все время, потому что они все пришельцы оттуда, они западные агенты, агенты влияния, и запад уже от слова западня, между прочим, но опять ссорят нас, Украину, Белоруссию, Россию, и опять по одному пытаются завоевать, но уже экономически, вот для этого я и снимал этот фильм, чтобы люди хоть немножко прониклись нашим доблестным прошлым, и действительно, ну какие же мы агрессивные, скажите, вот все же знают слово инквизиция, у нас же не было инквизиции, они сожгли миллионы баб на Западе, миллионы, поэтому и стали пидорасами, потому что, глядя на их баб, действительно хочется поменять ориентацию, я вам должен, у нас, ну сожгли там пять человек, ну потому что попам не дали, и, ну это частный случай был, призыв за родину, еще раз повторяю, только у нас есть, у испанцев есть призыв за свободу, это юридическое понятие, свобода, у нас за родину, родина мать стоит, только у нас памятник родине, везде нету этого, таких памятников, а американцы приезжают на Мамаев курган, говорят, какой здоровый, впечатляет, реально вставляет им, а наши говорят, вы в полную луну, если придете, она мечом вам помашет, вот так вот, а те приходят, говорят, что-то не машет, говорят, так вы курили, нет, ну и не помашет тогда, говорят, наши же прикалываются еще, и вот видимо, произошла такая история, вы знаете, кого больше всего в Европе, славян, а вы знаете, на каком языке, на каких языках больше всего говорят в Европе, на славянских, это что, мы так плодиться любим сейчас, нас вон за бабки нельзя заставить плодиться, между прочим, сегодня, китайцы приезжают, бабки забирают, и плодятся у нас сегодня, до с тех пор идет все, да, видимо, вот такая ситуация, что мы не ценились в прошлое, за нас это все написали, историю написали, представляете, Шлёцер, Миллер, Байер, сегодня Кляйн защищает ее, эту, и Фасмар, нормально, а Татищев, Державин, вроде как и не существовали, Ломоносов, Державин, ну скажите, мы слабоумные, слабоумные в этой ситуации, и мы не обращаем внимания на то, как наш язык, какой мудрый язык, здоровья, с дерева будь, да, у них барыга, это жумно, а с цингой, буржуа, буржуа, это барыга, понимаешь, вместо сбори, если барыг, это бирза, а мы попали под торгашей, и они нас разводят, а мы слабоумные, еще решили, что вот так надо жить, хотя все наши слова предупреждают, будьте с ними осторожны, да, английский язык рациональный, бесспорно, и многие предметы к нам приходят, и мы выждены их называть по-английски, эпилятор, а как по-русски, махнадральник, вот черт его знает, а нашим не надо это придумывать, ничего, зачем, зачем нашим придумать эпилятор, наши бабы природные знают, подожгешь волосы, вообще раз на него, и за бесплатно, славяне всегда отличались знанием кона природы, не за кона, то, что за коном стоит, то есть придумано людьми специально, чтобы поработить всех, и рикетировать, а коном отличались, а сегодня мы кон потеряли, князь это кон, азы знает кона, то есть это не кремлевед, не нефтегреб, это человек, который обучает законам природы, кону природы, да, мы это, к сожалению, потеряли, мы даже не слышим, а я когда посмотрел иностранные, другие языки, ёмки, все слова русские, не русские, русских не было в то время, прославянские, кабальеро, кобыла, понимаешь, чё кабалье, ты на кобыле сидишь, понял, кавалло, это кобыла, то есть лошадь, по-итальянски, дизайнера знаете кавалле, это лошадь в переводе, Киркор говорит, я лицо кавалле, лошади ты лицо, кобыла, понимаешь, я с ним тоже не разговариваю, он, вернее, со мной не разговаривает, и множество потом, да, они изобретают предметы, чтобы шпиндюрить лохам, продать, там, я не знаю, липосакция, ну, тоже не наше слово, от нашего, липос, жир, липкий, а липосакция уже не наше слово, потому что это уже, это уже придумано, чтобы бабки состричь, а наши бабы, зачем им липать, они знают, что надо быть, вот, чтобы мужику подержаться, можно было за что-то, это же их мода, модель, наша баба дородная, дородов предназначенная, а модель, кого может родить, только косточку, она противоприродна модель, а наш язык природосообразен, и когда залезаешь в другие языки по-французски, семан, неделя, седмица, камино, дорога по-испански, камни выложены, да такие примеры множество можно приводить, это очень интересное такое явление, да, ну потому что, но, понимаете, вот, оно зато короткие слова, потому что долго не будет вот это отопиливать, а потом надо воевать, короче, на русском языке воевать на древнем невозможно, не соблагодарили ли вы выстрелить вот в там направлении, ну долго, англичане уже разгромят тебя к чертой матери, пока ты будешь, поэтому русские во время войны переходят на мат, одно слово все знают, куда стрелять, зачем, в чем кто провинился, только в разных падежах и с разной интонацией произнесенной, не ценим ни язык свой, ни истории, поэтому мы не можем жить хорошо, мы изначально к этому не готовы, у француза, французы нас учат, надо, я говорю, ребят, вы сначала грамотности себя, ну вот, вы пишете 8 букв, произносите 4, они говорят, да, они мне въезжали в это, французский вообще не от, от украинского же, и, ха-ха-ха-ха, молоть, мельче, млын, мельница, а рожев розовая, рожев, мулен, рожев, ну, у французов не было цинги, у них был сифилис, и, поэтому они, о-о-о-о, а-а-а, ха-ха-ха, слушайте, я боюсь, я не шутю, вот, боюсь, что так и было, потому что, когда я пошутил, мне говорят, такой Ледовико 14, был сифилис, действительно, и вся, весь двор ему подражал, ну, надо, мерси, Баку, Баку, 4 звука, 8 букв, они вообще пишут, Ливерпуль, произносят Манчестер, и нам еще рассказывают, как жить надо, вот это меня поражает, я много могу проведить примеров, но, все-таки перейдем, пойдем дальше, а кому будет интересно, посмотрите фильм, самый хороший комплимент, самые хорошие слова я услышал от одной из жителей Сирии, она сказала, после вашего фильма хочется рожать русских детей, вот, если вам захочется русских детей, посмотрите фильм.